Вашему вниманию представляется лекция на тему «Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания». Первый вопрос. Место профессионально-прикладной физической подготовки в системе физического воспитания. В рамках этого вопроса мы рассмотрим историческую направленность использования физических упражнений для подготовки к труду и причинную обусловленность необходимости специальной подготовки к профессии. В последнее время в современном обществе остро встают проблемы сохранения физического и психоэмоционального здоровья. Наше физическое здоровье зависит не только от той окружающей среды, в которой мы существуем, но и от нас самих, в том числе и от нашей сознательности в плане занятий физической культурой и спортом. И сегодня большинство людей приходит к пониманию того, что занятия физкультурой и спортом помогают нам в укреплении нашего здоровья, способствуют снижению стресса и повышению мозговой активности. Медики и биологи обращают особое внимание не только на здоровье человека, но и на его профессиональную работоспособность, а именно дотренированность организма из-за недостатка двигательной активности, напряженное эмоциональное состояние человека в процессе его профессионального труда, неблагоприятное влияние внешней среды, Необходимость специальной физической подготовки человека к труду обусловлена влиянием производственной деятельности и условий, в которых она протекает. Дело в том, что некоторые профессии, и их довольно много, предполагают наличие у человека высокого уровня физической и психической устойчивости к тем или иным факторам производственной среды. Кроме того, совершенствование современного производства возрастание объема и интенсивности труда предъявляет повышенные требования к подготовке и качеству специалиста. Ну а физическое воспитание всегда, во все времена, было одним из средств подготовки человека к трудовой деятельности и приспособления к условиям социальной среды. Почему это так важно? Во-первых, одной из наиболее часто совершаемых ошибок в выборе профессии является незнание, переоценка или недооценка своих физических данных и состояние здоровья. Если профессия или специальность не соответствуют физическим данным, это может привести к резкому ухудшению состояния здоровья, развитию так называемых профессиональных заболеваний, снижению трудоспособности, а порой к ее полной потере. Каждый молодой человек должен заблаговременно готовиться к избранной профессии, целенаправленно развивать те физические и психические качества, которые определяют психофизическую надежность и успех в его будущей профессиональной деятельности. Многочисленные примеры показывают, что в процессе регулярных занятий спортом воспитываются не только необходимые физические качества, но и психологические свойства личности, которые способствуют адаптации молодых людей в коллективе, выполнению в нем роли лидера, руководителя. А во-вторых, о чем тоже полезно и немаловажно знать даже при отменном здоровье, это то, что каждая профессия имеет свою специфику, отличающуюся условиями труда, психофизическими характеристиками и предъявляющие различные требования к уровню развития психических и физических качеств работающего. Многие профессии связаны с длительным стоянием на ногах, например, профессия продавца или парикмахера, с высоким нервно-психическим напряжением, профессия учителя, социального работника. Многие профессии предъявляют повышенные требования к работе органов чувств человека, например, к зрительному анализатору. В радиотехнической промышленности – это сборка и монтаж мелкой аппаратуры, работа оператора, когда необходимо развлечение десятых и сотых долей миллиметра, или мелкие точные работы часовщика или ювелира. Существует множество профессий, которые предъявляют повышенные требования к слуховому анализатору, прежде всего к остроте слуха, например, музыканты или работники связи. А в профессиях летчика, водителя на транспорте, кровельщика, верхолаза особенно важно нормальное функционирование вестибулярного аппарата. Есть еще немало профессий, требующих применения ручного труда, связанных с вынужденной рабочей позой или напряжением отдельных мышечных групп. И существует целый ряд профессий, предъявляющих особые требования к практически здоровым людям. Это профессии, связанные с работой в экстремальных условиях. Для них проводится специальный отбор, учитывающий степень физического развития человека, и специальная физическая подготовка. Многочисленные примеры показывают, что в процессе регулярных занятий спортом воспитываются не только необходимые физические качества, но и психологические свойства личности, которые способствуют адаптации молодых людей в коллективе, выполнение в нем роли лидера, руководителя. Профессионально-прикладная физическая подготовка имеет глубокие исторические корни. Физическое воспитание всегда было одним из средств подготовки человека к трудовой деятельности и приспособлению к социальной среде. Игровое воспроизведение охоты, трудовых процессов в древних ритуальных состязаниях, один из способов совершенствования трудовых навыков и физического воспитания на начальных стадиях развития человеческого общества. В позднем средневековье элементы физической подготовки формируются в самостоятельное направление. Параллельно развивалась и военно-прикладная физическая подготовка, которая проводилась для определенных слоев общества. История создания отечественной системы физического воспитания восходит к реформам Петра I, направленным на развитие просвещения, науки, культуры, в том числе и физической культуры. В частности, физическое воспитание было введено в качестве обязательного предмета в военных и некоторых гражданских учебных заведениях. На рубеже XIX-XX веков в Соединенных Штатах Америки развивалась система организации труда и управления производством, в основе которой было широко использование достижений науки и техники. В последующие годы, особенно во второй половине XX века, этот опыт нашел применение при разработке основ научной организации труда и, в частности, при формировании профессионально-прикладной физической подготовки. Необходимость специальной физической подготовки к профессии обусловлена рядом причин. Связаны они с влиянием на человека условий его производственной деятельности и с изменением роли человека в современном производстве. А именно, причина первая – влияние искусственной технической среды на жизнедеятельность человека. Чем дальше развивается научно-техническая мысль, тем больше человека окружает искусственная техническая среда. Дотренированность организма из-за недостатка двигательной активности. Напряженное эмоциональное состояние человека в процессе его повседневного труда и неблагоприятное влияние внешней среды отрицательно сказываются не только на здоровье человека, но и его профессиональной работоспособности. Эти факторы по-разному воздействуют на людей, но общее для всех то, что естественная физиологическая адаптация человека не успевает за ускорением темпов изменения условий современной жизни. Отсюда постоянное эмоциональное возбуждение, нервно-психическая усталость и утомление, а значит, снижение работоспособности и возможное возникновение заболеваний. Вторая причина – изменение места и роли человека в современном производственном процессе. Это связано с тем, что уменьшается доля простого физического труда, когда темп и ритм трудового процесса задавал сам человек через управляемую им технику. Теперь темп и ритм определяет технология производства, в которой человек должен приспосабливать свой труд. Значительно повышается ответственность человека за результат труда. Все это предъявляет дополнительные требования к формированию психофизических способностей человека. И здесь опять же не обойтись без направленного использования физической культуры. Спорт, особенно спортивные игры, различные виды единоборств моделируют разнообразные жизненные ситуации, взаимоотношения людей на фоне экстремальных психофизических нагрузок. Третья причина – чрезмерное разделение труда. Считалось, что значительный экономический эффект может быть достигнут при узкой специализации труда. Однако чрезмерное разделение труда и узкая специализация, как выясняется, делает труд монотонным и утомительным и увеличивает число профессиональных заболеваний. Кроме того, постоянное преобразование технической и технологической основы производства повышает потребность в переквалификации, переподготовке, а порой и к смене специальности. Между тем, такая смена деятельности требует как разносторонних способностей, так и физического совершенства. Следующая причина – необходимость обеспечения высокого уровня интенсивности и производительности труда. Дело в том, что интенсивность и производительность труда каждого работника всегда ограничивается его физическими возможностями. Каждая минута потерянного времени из-за пониженной работоспособности или высокой утомляемости влияет не только на индивидуальную, но и на общественную производительность труда. Одна из самых прямых задач прикладной физической подготовки – обеспечить высокий уровень индивидуальной производительности труда специалистов. Это возможно при направленном применении средств физической культуры и спорта, поскольку у занимающихся физкультурой и спортом уровень функциональных возможностей, физическая и эмоциональная устойчивость, координация движений значительно выше средних величин. Кроме того, спортсмены обладают быстрой вырабатываемостью, способностью к длительному сохранению оптимального темпа, скорости и экономичности рабочих движений и действий.